Ассаламу алейкум, у меня такой вопрос. Вот вы убеждены, что Махди жив, но он скрыт. Вот уже много веков. А как людям это понимать с научной точки зрения? Было ли такое в истории человечества ещё с кем-то другим? По поводу научной точки зрения, начнём с этого, что... Насколько я знаю, опять-таки, если интересно, обратитесь к специалистам. И, насколько я знаю, даже наука, современная экспериментальная наука, она считает смерть необычным. Считает, что смерть является своего рода аномалией, скажем так. Или выражаясь их языком, они говорят, что мы не запрограммированы на смерть. То есть мы можем жить долго, мы можем жить вечно, мы не запрограммированы на смерть. Смерть – это что-то такое необычное для нас, исключительно с биологической точки зрения. Поэтому с научной точки зрения смерть, она не является старением, и смерть она не является чем-то естественным. И этого может и не быть. Это во-первых. Во-вторых, необходимо понимать, что человеческим телом управляет дух, строительство. Всё, что происходит с телом, это дело духа. Например, обратите внимание, пищеварительный процесс. Пищеварительный процесс – это не функция тела, это не работа тела. Почему? Потому что сама наука утверждает о том, что материя и тело инертна. Инертность материи не позволяет нам говорить, что просто обыкновенный пищеварительный процесс является делом тела, работы тела. Нет. Это нечто неинертное должно заставить тело работать, должно управлять этим телом. Точно даже, как вы управляете машиной, самолетом, велосипедом, мотоциклом и так далее. То есть дух управляет телом, в том числе и пищеварительным процессом. Поэтому очень многое зависит от духа, в том числе и старение, смерть, болезни и так далее. И это во-вторых. В-третьих, по поводу того, были ли люди, которые так же жили, то обращаю вас к священному Корану. Это 14 аят, 29 суры, где Всевышний говорит о том, что его святый пророк Нух, алейхиссалам, находился в своем, среди своего племени 950 лет. Это аят священного Корана, 14 аят, 29 суры.